Здравствуйте! Вы смотрите программу Мастер Спорта. С вами Андрей Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 20-м туре ФНЛ самарские крылья советов одержали историческую победу. Подопечные Игоря Осенькина переиграли Акрон из Тольятти на домашнем поле. Хозяева открыли счет уже на седьмой минуте встречи с пенальти. 11-метровый уверенно реализовал полузащитник Антон Зиньковский. Через три минуты свой 18-й мяч в турнире забил Сергеев. Лучший бомбардир первенства замкнул головой передачу Дмитрия Кабутова. События в первом тайме развивались очень стремительно. На 13-й минуте Даур Квеквискири получил прямую красную карточку за грубую игру на Владиславе Сарвели. Перед перерывом Дмитрий Кабутов сделал еще одну голевую передачу на Владимира Полуяхтова. Защитник установил окончательный счет на табло 3-0. В конце матча футболист Акрона Андрей Киреев получил второе предупреждение. Итальятинцы доигрывали поединок в девятером. Мы забили быстрый гол, второй гол. После этого выход один на один, удаление. Ну и конечно в меньшинстве спасти игру Акрону в этот момент было сложно. Мы уже ее конечно полностью контролировали. Наставник гостей не стал оправдывать своих футболистов после матча. Комментировать особо нечего. Игру проиграли за первые 10 минут. То есть там две атаки, пенальти, гол, плюс удаление. В меньшинстве уже обыграть Крылья Советов очень-очень сложно. По словам защитника самарской команды Никиты Чернова, за последнее время футболисты Крыльев провели слишком много матчей, но игроки нашли в себе силы на поединок с Акроном. За 40 дней получается, или за 30, что-то 11 игр. За 40 дней, по-моему, 11 игр было. Очень тяжело, да, как вы сказали. И в принципе ребята молодцы, справились. Много побед добыли, очень важных, очень волевых таких. И единственная вот осечка с торпеды была. Но я думаю, мы и правильные выводы сделали. Крылья Советов и столичный Велес показали болельщикам настоящий триллер на Самаро-арене. По закону жанра все начиналось спокойно. В первом тайме команды присматривались друг к другу, но все изменилось после перерыва. Гости открыли счет на 76-й минуте. Саид Алиев реализовал выход один на один. Через 4 минуты любимец самарских болельщиков Егор Голенков замкнул передачу лучшего диспетчера лиги Дмитрия Кабутова и сравнял счет. На 87-й минуте тот же Кабутов сделал второй голевой пас, который замкнул неугомонный Иван Сергеев. Форвард забил свой 19-й мяч и продолжает уверенно лидировать в гонке бомбардиров ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на 8 баллов. Подопечные Игоря Осенькина выиграли со счетом 2-1 и продолжают бороться за прописку в элитном дивизионе со столичным Торпедо, Оренбургом и Нижним Новгородом. Ребята молодцы, они выдержали этот темп. Они, ну, как бы вот такой сложный матч, контролировать все 90 минут очень сложно. Но то, как вот мы это делали, это достойно. По словам голкипера Крыльев Евгения Фролова, команда получила большой эмоциональный заряд от победы. Конечно, Велес был очень недоволен. Там и после матча какие-то словесные перепалки начались. Но на самом деле все немножко выдохнули, были очень рады, что сумели переломить ход игры. По словам наставника гостей, его футболистам не хватило везения. Два сумасшедших гола забили крылья. Вот. Настраивались, бились, старались. Вот. Ну, немножко не хватило в конце. Следующий матч подопечные Игоря Осенькина проведут на выезде 21 ноября. Они померятся с силами Соска-Хабаровск. Стартовый свисток прозвучит в 9-0-0. Баскетболисты Самары после коронавирусного карантина одержали две домашние победы подряд. Встречи получились абсолютно разными. Сначала волжане без сложности одолели Буревестник, который приехал в Самару в высеченном составе. А затем в труднейшем поединке вырвали победу у столичной Руны. Подробнее о матчах в следующем материале. Между первым и вторым матчами Самары в Суперлиге прошел месяц. В это время клуб был на коронавирусном карантине. Вмешалась новая инфекция в проведение игры с Буревестником. Гости из Ярославля приехали на встречу только в пятером и проводили ее беззамен. Изначально между собой они договорились, что будут играть проще, чтобы сохранить силы и здоровье на весь матч. Мы с ребятами обсудили, что мы не имеем преимущества в габаритах над Самарой. Поэтому было принято решение стоять в зоне для экономии энергии. Старались делать более легкие атаки, легкие броски. Иногда не получалось, пытались зайти в краску. Ситуация у соперников, приехавших в очень усеченном составе, позволила главному тренеру Самары Игорю Грачеву использовать всех игроков ротации, чтобы они почувствовали игровой ритм после долгой паузы. Я попросил ребят единственно профессионально отнестись к своему делу, хорошо размяться и не получить травмы в этой игре. Если честно, уже устали тренироваться, хотелось поиграть. Поэтому нам нужна была даже такая игра, как сегодня. Если в дебюте матча у гостей еще были силы гнаться за Самарой, то с каждой последующей четвертью эти силы кончались, и хозяева паркета увеличивали разницу в счете. Итог – 117-70, уверенная победа Самары. А вот второй домашний матч против московской Руны прошел куда тяжелее. Самара на старте игры забуксовала и всю первую четверть была в догоняющих, лишь пару раз сравнив счет. Во втором периоде поначалу сценарий был тем же, но к середине четверти самарцы наконец разогнались. Несколько точных трехочковых позволили хозяевам выйти вперед и лидировать до большого перерыва. Всю третью четверть Самары вела в счете, но в самом конце преимуществом завладели игроки Руны. Ребята бились до конца, это не в праве оправдания, просто у нас отсутствует игровая практика, и где-то мы контролировали большую часть игры, вели и неплохо выглядели, но, к сожалению, некоторые игроки не вписались, основные игроки, которые должны были принести пользу. Четвертая четверть началась с еще одного провала самарцев, и казалось, что Руна подтвердит звание неудобного соперника для волжан. В прошлом сезоне их обыграть так и не удалось. Но подгоняемые трибунами самарцы собрались в решающий момент и забили несколько сложных бросков, которые изменили ход матча. Ну, конечно, обидно, мы вели по счету, но это игра, это спорт. У нас тема, он и прекрасен, да, и болельщикам нравится. Все получили хорошие эмоции, я надеюсь. Еще мы посмотрели, над чем нам работать. То есть, как бы, поражение, оно обидно, но оно всегда дает больше пищи для размышлений. 85-82. Сверхтяжелая и выливая победа Самары. В Самаре прошел городской турнир по большому теннису после двухмесячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. За звание лучших на закрытом корте боролись более 30 спортсменов. С победителями первенства пообщался наш корреспондент. Тренер Ольга Степанова привела своего сына в теннис, когда ему не исполнилось еще и двух лет. Тогда вместе со сверстниками маленький Коля делал первые шаги в большом спорте. Благодаря трудолюбию и усердной работе к 10 годам мальчик завоевал огромное количество наград и покорил десятки теннисных кортов. Мама Коли не только поддерживает своего ребенка на соревнованиях, но и занимается его подготовкой. Ольга Степанова очень гордится достижениями своего сына. В Белгородской области мы выигрывали по старшему возрасту. Также он является третьим в России по своему возрасту. Входит в тридцатку по 13-летним детям. То есть если сейчас пересчитают к январю месяцу, то должны занять третью строчку. Будем надеяться, что мы ниже не уйдем. Хотелось бы. На городском турнире по большому теннису Коля Стрыгин занял первое место. После игры юный спортсмен рассказал, что победа далась легко. Несмотря на это, ему предстоит серьезно разобрать свои ошибки, чтобы развиваться и двигаться дальше. Я просто не понимал, как можно выиграть так легко первый сет, а второй сет просто так играть и проигрывать на своих ошибках. И у меня начинается вот это волнение. Потому что я понимаю, что соперник опытный. Если я сейчас не выиграю эти два очка, то я могу потерять гейм, а потом уже и сет. По словам представителей городских властей, подобные соревнования укрепляют дух и способствуют становлению юных теннисистов. Спортсмены постоянно должны держать себя в тонусе и подтверждать свое профессиональное мастерство победами. Чем больше у нас соревнований, тем больше возможно спортсмены проявить себя, доказать, что они лучшие, войти в состав сборной области и потом в России, вы их на международные соревнования и победить там. Поэтому любое соревнование делает достаточно весомный вклад в развитие нашего федерального проекта «Спортная жизнь», который является частью национального проекта «Демография». В городских соревнованиях по большому теннису участвовали более 30 юношей и девушек в возрасте до 15 лет. Лучшие спортсмены получили медали, кубки и почетные грамоты. В будущем самые талантливые и трудолюбивые теннисисты будут представлять интересы Самарской области на всероссийских и международных кортах. В Самаре состоялся всероссийский юношеский турнир по Кио-Кюсенкай под названием «Самарский Кайман». В это же время в городе состоялся Кубок России. Лучшие каратисты страны боролись за титул мастера спорта. Продемонстрировать навыки бойца на самарском татаме прибыли спортсмены из 25 субъектов России. Подробнее в следующем сюжете. Выждать удачный момент и подходящим приемом подсечь противников, взяв преимущество на себя. Самый жесткий и трудный стиль каратэ Кио-Кюсенкай ежегодно завоевывает в сердца все новых и новых последователей. Набирает популярность он и в Самаре. Более 10 лет 63-й регион становится центром соревнований по Кио-Кюсенкай всероссийского масштаба. В этот раз Самарский Кайман собрал более полутысячи начинающих каратистов из 25 субъектов страны. Проходит Кубок России по Кио-Кюсенкай каратэ и всероссийское соревнование Самарский Кайман. Кио-Кюсенкай каратэ, его называют каратэ миллионов, оно очень популярно в мире. И оно отличается тем, что поединки взрослых спортсменов на Кубке России проходят без защитного снаряжения. Самарскую область в этом году представили 30 юниоров, в том числе и 16-летний Даниил Тихонов. Признается в единоборство, пришел без особого рвения, настояла мама. Но по закону жанра аппетит пришел во время еды и теперь уже более 10 лет он верен одному из сложнейших единоборств. Каратэ – это спорт, который развивает не только физическую силу, а также духовный настрой и способность преодолевать любые трудности. Я участвую не впервые в таких соревнованиях, но все равно есть какое-то волнение и надеюсь занять первое место и победить, конечно. Напряжение на татаме доходит до предела. Это и понятно. Соперники не из слабого десятка. Ездил каждый год на соревнования. На первенстве России уже 4 раза подряд занимал первое место. Ты рассчитываешь победить? Да. Я думаю, у меня все получится. Одновременно здесь же проходит соревнование за Кубок России. Кроме золотого трофея победитель получает звание мастера спорта. Помимо участия в поединках, спортсмены выходят на татами, чтобы продемонстрировать навыки ката, дословно с японского форма, режущая землю. Это визитная карточка каратэ, объясняют мастера. Борец демонстрирует последовательность технических приемов движений и ударов, применяемых в борьбе. В Самаре прошло первенство по еще одному боевому искусству, но менее контактному. Соревнования по УШУ организованы по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Нацпроекта «Демография». За звание лучшего боролись около ста спортсменов в разных возрастных категориях. По каким критериям оценивали выступления юных спортсменов-судьи, узнал наш корреспондент. Скорость и точность каждого движения. На первенстве города по УШУ спортсмены показывают максимум своих возможностей. За звание лучшего соревнуются участники в нескольких возрастных категориях. Каждый спортсмен должен продемонстрировать комплекс без оружия, затем комплекс с мечом и комплекс с палкой или копьем. Помимо правильности выполнения движений, сложности и соблюдения времени выступления, каждый участник должен показать боевой дух. Соревнования проходят по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Участие принимают 90 спортсменов. Вопросам безопасности организаторы уделили особое внимание. Все рекомендации Роспотребнадзора соблюдены. Меры предосторожности все были соблюдены. Это масочный режим, дистанция, по расписанию проходят соревнования. То есть судья при участниках спускается в фойе помещения, забирает детей по списку за час до их выступления. Популярность УШУ в Самаре с каждым годом растет, рассказывают организаторы соревнований. Причем этому виду спорта все возрасты покорны. В этом году Самарская Федерация УШУ выиграла президентский грант и проводит бесплатные занятия по оздоровительной китайской гимнастике для пенсионеров. Это президентский грант, который мы выиграли. Он стартовал в сентябре этого года, продлится 11 месяцев. У нас часть пенсионеров перешло на онлайн-занятия. Вот с понедельника у нас стартует онлайн-занятие. Найти их можно будет ссылки на сайте Самарской Федерации УШУ, ссылка в Федерацию УШУ ВКонтакте. Занятия будут проходить также по графику два раза в неделю для каждой группы онлайн. А те, кто до 65 лет, они будут оффлайн заниматься. Победители городского первенства представят Самару на областных соревнованиях, которые запланированы на декабрь. На этом наш выпуск завершен. Больших побед вам! Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова